А теперь вторая часть нашего, так сказать, нашей встречи. Она заключается в том, что, тем не менее, вот эти все вещи в личном сном росте и прочих-прочих-прочих вещах, когда люди что-то там обещают избавить от морщин, от прыщей, сделать кожу лучше и так далее, они меня как бы побудили к тому, что я-то в этом деле давным-давно сделал. И люди, занимаясь самого простого, не хватаясь за какие-то там вершки заумные, что тут у нас потоки идут, это самое богатство, можем уцепиться и так далее, и как-то мы там дёрнут или ещё что-нибудь там такое, здоровье и пятое-десятое, занимаясь, начав заниматься с простых вещей, о которых я говорю, с очищением толстого кишечника, с очищением печени, если надо, очищаемся и почки, если надо, очищаем, значит, жидкостные среды, всё это можно сделать, плюс мы избавляемся от паразитов, естественно, уже это требует каких-то умственных от нас усилий, пересмотра какого-то нашего взгляда на нашу жизнь, и уже это ведёт к личностному росту. Далее, если мы ещё сменим своё собственное питание, поймём, что питание-то, питание, строит наше тело, и в зависимости от того, как ты и что ты съешь, такое будет твоё тело, такое будет твоё здоровье. Что надо ещё, помимо всего прочего, обеспечить, значит, подвижность, у нас жидкостные среды, которые вот так вот текут некоторые, другие побыстрее, и чтобы это всё нормально было, значит, надо подвигаться, начинаем двигаться, всё, организм начал работать. Потому что аппетит и потребление пищи нашим организмам зависят от того, насколько он движется, насколько он тратит энергию, насколько он, грубо говоря, во время движения разрушает свои собственные структуры и требует их восстановления. Естественно, всё это должно быть в умеренных нормальных рамочках. Пожалуйста, великолепные результаты. Потение, баня, плавание, закаливание, дыхание, получение энергии за счёт дыхания, что может дыхание там сделать, всё же это описано. Наконец-таки я разобрал, и мне было интересно, а как устроено мозг, то пускай как угодно там скажут такие-то, такие-то, такие-то структуры, ясно там, понятно там занимаются, структуры и так далее. Но мы-то имеем дело, мы имеем дело не с мозгом, а мы имеем дело с сознанием своим. То есть мы имеем дело с органами чувств, пять органов чувств у нас. Мы имеем дело, далее, с восприятием, мы имеем дело с памятью, которая у нас откладывается, мы имеем дело с эмоциями, мы имеем дело с мыслями, мы имеем дело с другой там информацией, как оно вот это всё складывается. То есть зачем нам нужен мозг? Нам нужно знать, как устроено наше сознание, как оно возникает, какие в нём имеются, как бы сказать, задающие мотивы направления, так называемые побуждения, как на этих побуждениях делаются черты характера, как это всё связано с нашим телом, так сказать, психоэмоциональное воздействие нашей психики. Но не мозга, не мозга, а психики. И поняв всё это, как это работает, ты становишься совершенно другой личностью, совсем по-другому начинаешь воспринимать окружающее, относиться к окружающим. Внутренне становишься, какой-то стержень появляется, становишься уравновешенным. И вот это вот всё, вот это всё, что я вам рассказал, люди, которые особенно раньше занимались, ну сейчас занимаются, раньше намного больше. Раньше, знаете, вот существует, вот такое, конечно, понятие дурацкая мода. Вот появились книги Малахова, пошла мода на Малахова, там даже на ульянотерапию и так далее. Мода на Малахова люди делали, делали, получали. И у них происходили изменения с ихним здоровьем, с ихней психикой, с ихней судьбой. Они рожали, те, кто не мог родить там, выздоравливали, те, кто не мог там выздороветь. Вот он, личностный рост на самых простых вещах, который начинался, и шёл. Не, всё это, знаете, вот, всё это забыло, всё это не надо, всё это, всё это, всё это, всё это. И скатилось до, скатилось, знаете, до какого-то вот, ну об этом я уже говорил, до чего она там скатилась, что мы будем говорить. И, то есть, информация, информация, в моих книгах, я её специально объяснял себе, а потом ещё написал то, что я объяснил себе, из-за чего я стал совсем другим там человеком. Вот, информация, видосы, всё это есть, всё это есть. И теперь, теперь, к чему подвели меня вот эти вот, все эти инфо-цыгане, это подвели к тому, что информации очень много, очень много, и на моём этом канале её надо как-то структуризировать. И вот если сделать, я тут пытаюсь сделать, школу здорового образа жизни, школа, да, в школе вы изучаете различные предметы. И в этой школе изучать уже, изучать уже, соответствующие предметы, очищение, голодание, там, дыхание, там, движение, там, противопаразитарку и так далее, так далее, так далее, я обращаюсь к вам, уважаемые посетители канала, с такой просьбой. Я сейчас хочу вот это вот, все эти знания структуризировать и привести в какой-то порядок. Чтобы, грубо говоря, был какой-то первоначальный этап, более там, средний этап, более углублённый там этап, по, по, значит, этим самым, по видам оздоровления. То есть, вот школа, в ней имеются, значит, предметы, и, естественно, в ней имеются классы. новички зашли, что им вначале сделать? Я думаю, вы, просматривая мое видео, можете мне порекомендовать, сказать, а Петрович, допустим, вот это вот видео очень хорошее, оно подойдёт, допустим, для начального уровня. Я только раз его возьму, и, грубо говоря, там, очищение организма, я его, так сказать, вставлю, вот в начале. То есть, в начале будет в любом случае то, что я навектовал, целительные силы, чтобы человек познакомился с этим самым, как бы сказать, с физиологией анатомии. И, кстати, кстати, я не пытаюсь что-то присвоить себе и сказать, что я нашёл вот такой-сякой метод. Это общечеловеческие знания, которые имеются. Вот они, пожалуйста. Но возьми ответственность на себя и начни с простого, с самого простого, шажочек делаешь, другой делаешь, да, понимаешь, что это такое. Не надо сразу там какие-то там сухие голодания там делать, после которых ты не поймёшь, что там с тобой произойдёт, или ещё там что-то такое. Во всём должна быть подготовочка. И вы вот посоветуйте, какие видео, примерно, как это всё с вашего, так сказать, ума структурировать, как это там вставить и так далее. У меня, естественно, своё мнение есть, но я не помню, в каких видео содержится действительно хорошая, добротная информация, которую я столько уже наговорил, чтобы это всё оттуда взять и всё это дело выстроить. И только потом, только потом, сделав вот так курсы, допустим, по голоданию, там вот эта школа голодания, или курс голодания, от Ада, допустим, до Я, допустим, там, грубо говоря, движение, ещё там что-то, ещё там что-то и так далее, уже, уже там, сделав такую, как бы сказать, просьбочку. Если вы чувствуете, что это вам поможет, помогло вы проявить благотворительность, чтобы этот канал, моя голова и так далее, работали и дальше в этом направлении. Так что люди, я уже повторяюсь, да, и рожали, и выздоравливали, и становились всем другим личностям на этой вот информации. А эти вот людишки, всё, всё, знаете, вот, ничего я тебе не скажу, заплатить там денежку или ещё там что-то такое. И в итоге получается, что люди и хотят что-то получить, но так как те вообще не знают, что это такое, как это работает, такую билиберду им преподают, что они потом, как бы сказать, удивляются своей собственной лупости и наглости тех людей, которые вот купи-продай, купи-продай, они больше ничего не видят. Вот новое поколение. Купи-продай и всё. Дальше, дальше я с вами не общаюсь, я не хочу с вами общаться, моё общение стоит миллион. Личностное. Я тоже очень высоко оцениваю своё общение с вами, но при этом я понимаю, если ты хочешь, чтобы тебе помогли, то и ты помоги тем, что знаешь, что умеешь. Хау, я всё сказал.